Это и КСЭР, это и корпорация МСБ, это и промышленные парки, это фонд развития моногородов, фонд развития промышленности. Одним словом, все инструменты, которые мы используем. Особой популярностью пользуется программа Министерства экономики. Я думаю, что Фарик Смутанович об этом скажет. Но посмотрите еще раз на цифры. За последние три года 273 челнинские компании, а это вы, получили серьезную финансовую поддержку на сумму 757 миллионов рублей. Сегодня 40 с лишним предприятий являются резидентами ТОСЭР. Из них из 42 26 предприятий, это российские основные компании, предприятия большинство, это предприятия малого бизнеса. В экономику города инвестировано около 13 миллиардов рублей, создано с нуля более 4 тысяч новых рабочих мест, появились налоговые отчисления от резидентов ТОСЭР. Поэтому цифры и факты говорят сами с ним. Наш город достаточно активно работает фондом развития моногородов. За последние 4 года вопрос задан, как изменилась жизнь, что мы смогли с вами сделать. Я могу сказать, что благодаря нашей активной позиции, поддержке Евгии Гумарной, Кагогиной, наших руководителей республики, президента республики ТОСЭР, мы смогли получить в город и привлечь в различные формы более 2,5 миллиардов рублей денег. Это тоже серьезные инвестиции, которые включили в город. Еще одним важным подспорьем является деятельность 12 промышленных парков. Посмотрите, количество работающих растет, инвестиции растут. Для города очень важно, чтобы эти промышленные парки, куда мы вкладываем федеральные, республики Рамские, муниципальные средства, работали. По итогам прошлого года количество резидентов увеличилось на 5%, составило 324 организации. Растет и численность работников, как вы видите, оборот предприятий на 13%. Я думаю, что цифры и паски говорят за себя. Вообще, за последние годы нам вместе с вами кое-что удалось, кое-что я говорю осторожно, но жизнь достаточно быстро и стремительно меняется. Конечно, мы вместе с вами должны с учетом изменяющихся условий, то, что происходит в мире, то, что происходит в стране, в республике, естественно, мы должны за этим не успевать. Наша с вами задача и власти, и бизнеса создавать такие условия, чтобы дальше те показатели, которые, как я говорил, имели бы тенденцию к росту. На это мы нацелены, на это мы заточены. Вместе с вами в этом направлении, я думаю, мы и дальше будем работать. У меня все. Спасибо. 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 Набережные Черны – это моногород. Вопрос, полнующий уже почти полгода, все моногорода. Какой будет новая федеральная программа развития монопрофильных муниципальных образований? Верно, я обращаюсь к вам. Вы заняли активную позицию по обслуживанию данного вопроса. В марте этого года прошли парламентские слушания о законодательном обеспечении и реализации национальных проектах моногорода. При вашем непосредственном участии подготовлено обращение к правительству Российской Федерации о необходимости разработки нового проекта в развитии моногородов, в котором особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, привлечению инвестиций. Поделитесь, пожалуйста, как проходит работа на сегодняшний день. Спасибо. Илья, Вы совершенно правы. Я занимаюсь вопросом моногородов. И если уж очень коротко, то моей сегодня главнейшей задачей является следующее. Вернуть тему моногородов в федеральную повестку. К сожалению, с 1 января 2019 года приоритетный проект правительства закрыт. В национальном проекте тема моногородов не случит. И приоритетом деятельности федерального правительства не является. Но на то, наверное, есть и представительная власть, которая является мостиком между территорием и федеральной властью, между людьми и правительством федеральным. Я являюсь представителем института Совета государственного по комплексам развития моногородов. Своими единомышленниками мы проделали, конечно, и с мэром моногородов, проделали историческую работу. Мы провели главный анализ, что нуждаются в каких мерах поддержки моногорода. Мы возвращаем потихонечку вот эту тему в повестку, в федеральную повестку. Пойдется очень не так легко, но тем не менее, несколько обращений в правительство, встречи с премьером, это все-таки вселяет в меня такой осаданный оптимизм в том, что мы сможем сформировать федеральный проект. Именно не ведомственный проект, проекты моногородового развития, а федеральный. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы могли с вами, выражая себе правильно, приземлить все 12 национальных проектов на территории моногородов. Чтобы мы могли с вами мониторить, как будет реализовываться каждый федеральный проект на территории каждого моногорода. Почему опять это нужно? И почему я лоббирую тему моногородов? Дело в том, что по недавному исследованию, которое провела спорта федеральной службы в СОО, мы выяснили достаточно, ну, для меня не очень приятную картину. Дело в том, что жители моногородов, а это более 50%, жители оценивают состояние, качество жизни в моногородах как нетерпимое-нетерпимое с трудом. Это очень плохо, и нам можно сделать очень много, чтобы выровнять условия жизнедеятельности моногородов со всей России. Нам, конечно, мы являемся переданным моногородом, и к нам это в полной мере не относится. Остальные города чувствуют себя в ноги гораздо хуже, но тем не менее, и в надежных шлангах есть вопросы, которые требуют незамедлительного решения. Это вопросы развития здравоохранения, вопросы развития спорта, вопросы развития высшего образования, вопросы культуры. Вот сегодня с утра мы уже провели несколько совещаний, говорили о том, что нам нужно в первую очередь построить, во что нужно вложить деньги. И, вы знаете, у нас это получается, конечно, должно... Работать всегда надо больше или, может быть, качественно. Но, тем не менее, мы стать Гамваровичем и созданным долей, чем мы, с ведущими, с нашими противными министерствами, в принципе, видим, как должен город развиваться в ближайшие десятилетия, пятнадцатые лет. Я хочу сказать, что через десять лет мы должны стать Центром Наберно-Челунгской Аклодерации, Центром Закамского региона, соединенной с другими городами, качественными дорогами, инфраструктурой, где наши жители свободно могли бы перемещаться и для трудовой дел, и для реализации трудовых своих, как от трудового потенциала, бизнес потенциала, так и для получения различных услуг, культурного, значит, для отношений с другом хранением и других. Но все-таки вернемся, давайте, к теме сегодняшнего нашего съезда малое среднее предпринимательство. Я бы хотела совершенно, может быть, крупными мазками рассказать о том, что такое малосредний бизнес в России, так как мне кажется, это очень интересно, я бы два злая буквально подготовила, что такое малосредний бизнес, малосредний предпринимательство для России. Это 6 миллионов хозяйствующих студентов, это 19 миллионов граждан, на малого среднего предпринимательства для России работает каждый четвертый работник. Каждый четвертый работник. На сегодня вклад малосреднего предпринимательства в ВВП России чуть более 21%, это малый президент России Владимир Путин поставил нам задачу в своем послании увеличить вклад до 33% к середине следующего десятилетия. И как раз согласно посланию президента развития малого среднего предпринимательства вручено в число национальных приоритетов. Поставлены задачи для включения вклада малого среднего предприятия в ВВП на 39%, я уже говорила, и увеличение числа занятых предприятий малого среднего бизнеса с 19 миллионов до 29 миллионов миллионов к концу 2024 года. Для этого сформирован национальный проект. Называется он малой среднего предпринимательства поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Срок его реализации с 15 октября 2018 года по конец 2024 года. Из федерального бюджета на это будет направлено почти полтриллиона рублей, 481,5 миллиарда рублей. Большой блок в национальном проекте уделяется самым занятым населением и новой системе налога отложений предпринимателей. Учтение вопроса льготного кредитования, бизнеса поддержки экспортеров, что очень важно, в том числе для предпринимательского движения на международном джином, а также совершенствование системы государственных законов. Особое внимание уделено созданию системы поддержки фермеров и развития сельских операций. Акцент на национальном проекте, на информационные ресурсы, которые должны стать главным поставщиком информации и единой точкой входа для предпринимателей. Формируется на всей территории России сейчас центр «Мой бизнес» и осуществляет эту функцию «Уфлай». В подобных региональных центрах, знаете, должен быть выстроен во всей стране такой сервисный подход к поддержке малого среднего и среднего предпринимательства, где один менеджер должен будет сопровождать малое предприятие от начала его регистрации до перехода в различные категории. Вот этот вопрос акселерации, акселерации бизнеса состоит сейчас очень важно. Когда самозанятый растет до индивидуальных предпринимателей, до микро-предприятий, до малых предприятий, до среднего предприятия вырастает, как уже в среднем и в полгействе крупной бизнеса. Национальные проекты – это стратегические цели, это национальные задачи. Национальный проект будет реализован посредством реализации пяти федеральных проектов. Какие-то проекты. Структура национального проекта, включая пять федеральных проектов. Это первое – улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Второе – расширение доступа с объемом малого и среднего предпринимательства, финансового ресурса, в том числе, как годово финансировано. На это будет направлено более 260 миллиардов рублей с федерального бюджета. Третье – акселерация малого и среднего бизнеса. На это будет направлено, я бы был говорила, порядка 170 миллиардов рублей. Четвертое – создание системы поддержки фермеров и развития сельских операций. На это будет направлено более 40 миллиардов рублей. И популяризация предпринимательской деятельности. На что будет направлено чуть менее 10 миллиардов рублей. Национальный проект, по сути своей, отвечает ключевым задачам по обеспечению достижения показателей увеличения численности и вклада малого и среднего бизнеса в ВВП. Плюсом нужно решить еще следующую задачу. Нам нужно увеличить продолжительность жизни малого предприятия с 5 лет до 7 лет в течение 5 лет. В течение 5-летнего периода. На решение этой задачи как раз будет работать как предприятие федерального проекта расширения доступа субъекта МСФ и финансового ресурса, в том числе и федеральный проект акселерации субъекта малого бизнеса. Смотрите, вот наряду с масштабной программой по представлению доступа и льготного финансирования предлагается развивать следующие еще инструменты поддержки, как микрофинансирование, лизинг и запустить альтернативные источники финансирования. Также мы планируем на федеральном уровне разработать и принять мягкие налоговые переходы от упрощенных налогового режима в общий, чтобы стимулировать переход малого бизнеса на общий режим налогового вырождения, в такой оттяжении жизнедеятельности. Друзья мои, вот реализация национального проекта не говорит о том, что мы только сегодня озаботимся этим вопросом. Вот прошедшие пятилетку сделано достаточно много решений, которые, я надеюсь, вы почувствовали на себе. Я хотела бы, может быть, о самом главном еще раз рассказать и напомнить. С 2017 года запущена федеральная программа льготного кредитования малого издельного бизнеса. В рамках этой программы в 2019 году филомочным банками заключено уже более 600 кредитных договоров. Малый и средний бизнес сегодня может получить годный кредит на инвестиционные цели до 1 миллиарда на срок до 10 лет, на пополнение оборотных средств до 100 миллионов на срок до 3 лет. Я думаю, как обстоят у нас в республике дела с этим, расскажет уважаемый министр. Второе. Снижно-административная нагрузка на малость этих бизнесов. И это реально сделано в последние 3-4 года за счет внедрения реализованного подхода в контроль надзорной деятельности. Мы ввели законодательство надзорные каникулы и заменили административный штраф на предупреждение за впервые совершенное административное предложение. Это на самом деле делает бизнес более комфортным и избавляет от этого чрезмерного давления, фискального давления или административной нагрузки. Ведь знаете, уважаемые коллеги, часто предприниматели говорят о том, что не надо нам помогать, нам только не мешать. Но я это утверждение, с этим утверждением только лишь отчасти соглашусь с ним. Все-таки помощь как малому ребенку, так и малому бизнесу нужна. Но вот излишняя опека и вот эти вот помехи точно не нужны. Поэтому государственная политика направлена сейчас на то, чтобы уменьшить административный вольер, причем за тем, как это полномерно делается, следит прокуратура и достаточно следит качества. Третье. С 1 января 2017 года, вы помните, вы об этом просили, увеличен пороговый размер дохода до 150 миллионов рублей и предельный размер стоимости основных действий для применения упрощенной системы данного обложения. Четвертое. В каждом регионе подвергуются базы и структуры поддержки, включающие Центр поддержки предпринимательства, гарантийный зон, микрофинансовая организация, инфраструктуру, инфраструктуру и имущественные поддержки начинающих и действующих предпринимателей, Центр компетенций в национальной производственной сфере. И я уверена, что у нас в республике это, конечно, все идет на передовом уровне и даже делится опытом. Я думаю, что это очень важно для начала жизни бизнеса. Пятое. Организованы Центры оказания успехов на бизнес. Целью этой работы является создание механизма, обеспечивающих территориальную доступность и поддержку для любого предпринимателя, основанной на принципах одного окна. На территории всей России должны такие Центры оказания успехов на бизнес быть организованы. Пока мы еще, как мы, нескольких, по-моему, в пяти субъектах имеем такие Центры приступы к депутатам Гейзи. У нас такой дакт, ведь, как он работает, какие имеются вопросы, нужна ли тонкая донастройка этой системы, в том, что и законодательной. Об этом мы можем поговорить в рамках экономической и вот этого съезда. Далее. В 2016 году, в 2006, правительством утверждено в России стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, который предусматривает рост значения основных показателей сектора МСП, это оборот средних малых предприятий, это производительность труда, доля занятого населения в секторе МСП в 2-2,5 раза. Это как раз наше МСП. В 2018, буквально 3 минуты, и я уже заканчиваю, в 2018 году экономоразвитие России совместно с корпорацией малого бизнеса запустили программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса и систему гарантий, что очень важно. Благодаря системе гарантий, которые сейчас дают государство под проектом малого бизнеса, в коммерческих банках удалось уже привлечь за последнее время более 23-23 миллиардов рублей кредитных средств, причем доступно по финансированию. Значит, дальше я, наверное, не буду рассказывать уже так вот много, но назову еще несколько цифров. Вот Найкан Барыш говорил о том, что мы сейчас систему муниципальных закупок нацелили именно на малый бизнес. Но я смею напомнить, что мы законодательно описали на уровне федерального закона не только закупать продукцию малого бизнеса муниципальным и региональным властям, федеральным, в том числе и федеральным бюджетом, но и госкорпорации с государственным участием должны не менее 15% закупать продукцию малого бизнеса. Коллеги, друзья, это расширение рынка сбыта, это самая главная проблема для малого бизнеса. Продукцию мы произведем, мы улучшим ее качество, мы сможем сделать, брендировать ее, но ее надо куда-то продать, надо, чтобы вот эти монстры большие пустили нам на свои рынки. Благодаря работе этого закона я назову две цифры. Вот за со второго полугодия 2015 года начал работать этот закон. Вот если в 2015 году значит объем закупок в сумму объекта МСП составил 65 миллиардов рублей, то в 2018 году уже 3 триллиона 200 миллиардов рублей. Рост более чем в 25 раз. Вот это серьезное законодательное решение, которое позволило расти малому и среднему бизнесу. Друзья, конечно у нас есть проблемы. Их достаточно много. Их вы всегда осуществляете как на площадках съезда, так и в рабочем режиме. Я бы хотела может быть на нескольких, которые вижу проблему, сказать, если есть еще таки постсостоящие проблемы. Если есть еще, вы просто сегодня выскажете, если мы возьмем на карандаш и на федеральном уровне будем осуществлять как на настройку федерального законодательства, так и возможно инициировать различные законодательные инициативы новые. Смотрите, существующая проблема первая, наверное, это в сфере ведения контроля кассовой техники с передачей фискальных данных непосредственно в налоговые органы. С одной стороны, это нам позволяет расширить возможности ведения бизнеса, но я думаю, явно эта система сегодня пока требует доработки. предпринимательства в налоговую мне задают такой вопрос, они говорят, что у нас вызывает изумение, что стоимость фискального накопителя очень велигана, до 10 тысяч поднимается, ее нужно менять раз в три года, хотя как накопитель не попасть на 30 тысяч гигабайт, стоит меньше тысячи рублей и могут вообще бесконечно работать. Второе, требует законодательное значение функции ответственности фискальных операторов. Посмотрите, если мы освобождаем предпринимателей использующих онлайн-кассы обведения бухгалтерии, если освободили, то налоговые фискальные органы сами могли бы сводить эту бухгалтерию, ведь онлайн-касс позволяет налоговую институцию направлять сразу онлайн-информацию в такие операции ведутся. Это сокращение затрат на ведение бизнеса для малого бизнеса. Это то, чтобы предприниматели оборудованы надежды, чего предприниматели доставок на встречах. Третья задача связана, мы являемся пилотом региона, третья проблема и задача это вывод из тени самозанятого населения. Теревая занятость в России сегодня по разным оценкам составляет примерно 20 миллионов человек. Я считаю, что тот эксперимент, который мы сейчас ведем в Москве, Московской области, в Калуге, в Республике Татарстан, я считаю, что это большое резинтное увеличение среднего предприниматель именно вывод висит. в Калуге,